всем привет вы на канале алка парфюмер и сегодня на обзоре будет коньяк фрапа иксовик ну что поехали ну что давайте будем приступать и сегодня будет обзор на вот такой вот миньон потому что я уже пробовал коньяк и целую бутылку для обзора покупать не собирался но мне этот миньон любезно предоставил мой подписчик слава измитина слова еще раз спасибо который мне уже презентовал хайн рар на котором у меня был обзор и ссылку вставлю здесь если вы еще не смотрели то посмотрите обязательно а также предоставил мне на обзор старый совсем двин 2000 года розлива и новый для сравнения ссылку ставлю тоже здесь на этот ролик если не смотрели то переходите посмотрите обязательно ну а в этот раз давайте приступать к открытию бутылки фрапа иксовик на лицевой этикетке мы видим что это фрапа иксовик коньяк гран-шампань апелосьон коньяк гран-шампань контроле премьер крюдо коньяк объем 50 миллилитров крепость 40 процентов на контр этикетке мы видим что это франция регион коньяк год урожая 2004 состав вода коньячный дистиллят сортовой состав винограда у не блан дата розлива 1201 2021 год минимальный срок выдержки 10 лет в 10 лет а вот здесь очень интересный момент учитывая что я видел такой же миньон только розлив 2001 года лета там было написано минимальный возраст 6 лет а учитывая что с 2018 года по закону минимальный срок выдержки должен быть 10 лет уикса то есть такого быть вообще в принципе не может также на 350 миллилитровых бутылках которые закупают аэрофлот для бизнес-класса написано что минимальный возраст 20 лет на старых круглых бутылках где вниз покрашен золотой цвет я видел что написано минимальный возраст 10 лет на новых бутылках написано было и 20 25 и 30 35 то есть от 6 до 35 я встречал на бутылках минимальный возраст спиртов поэтому будем отталкиваться от того какой урожай и какая дата розлива то здесь у нас 2004 год и дата розлива 2021 год то есть соответственно 17 лет но учитывая что коньяк скорее всего был изготовлен начале 2005 года а разлит он в самом начале 2021 года то есть минимальные 15 лет здесь есть так что не привязывайтесь к этим контр-этикеткам там бывают ошибки с этим не раз сталкивался и даже пару раз это было у меня на обзорах это был риме мартан весу пи где в составе был указан ректификат которого там быть не может а также был сейчас не припомню какой виски на котором помимо того что он не проходил холодную фильтрацию еще указано что у него натуральный цвет это было указано на тубе и на бутылке но в составе был указан сахарный колер которого там нет в данной ситуации официальной информации какой минимальный возраст спиртов нету ни на сайте не в других официальных источниках поэтому мне кажется и импортеры трактуют всегда по-разному возраст минимальных спиртов в этом коньяке ну а мы давайте все-таки будем отталкиваться от возраста который положен по закону то есть как минимум десять лет здесь точно есть а учитывая урожай и дату розлива скорее всего минимальный возраст 15 лет давайте будем наливать и дегустировать так как нам важен все-таки вкус аромат развития глубина этого напитка а не прям точный возраст что касается крышки то на этой бутылке конечно же это обычная металлическая винтовая крышка ну а теперь коньяк пускай немножко подышит а вы пока не забудьте подписаться на мой телеграм-канал где вся актуальная информация а также там вы можете перейти в чат где мы вместе с подписчиками общаемся между собой обсуждаем скидки акций и всякие около алкогольные темы ну что давайте будем приступать и кстати говоря это получается дегустация коньяка для бизнес-класса часть 2 уже была дегустация хайнрар который закупается в бутылках 350 миллилитров для аэрофлота для бизнес-класса а вот этот коньячный дом эксклюзивно выпускает в таких длинных бутылках тоже 350 миллилитров коньяк именно этот для аэрофлота для бизнес-класса но суть не в этом давайте приступим дегустации и начнем с цвета как обычно цвет классический коньячный хорошо заваренного чая сама текстура коньяка достаточно маслянистая ну и давайте приступим к аромату ну во первых я узнаю этот коньяк во вторых тут сразу чувствуется такой белый цветочный аромат скорее это жасмин также присутствует аромат таких свежих спелых садовых фруктов яблочный такой штрудель с корицей имеется в аромате есть совсем легкая совсем легкая спиртозность которая не мешает но возможно я поторопился и надо было еще немножко дать ему постоять есть такое переплетение ореховых нюансов с ванильными как вот у макадамии намек на такой хороший табак присутствует определенная палитра сухофруктов присутствует и вот эта легкая спиртозность уже ушла которая была изначально есть что-то такое напоминающая такой рождественской вот этот имбирный пряник а также мои любимые ноты которые я всегда люблю в коньяках фрапа здесь они тоже есть это такой благородный сандал и конечно же хорошо выделанная кожа даже здесь скорее наверное это замши ну и давайте уже попробуем его на вкус вот во вкусе сразу абсолютно никакой спиртозности и присутствует вот этот вот имбирный пряник также появляется такой привкус темного шоколада и намек на свежие пряные травы имеется есть вот эти свежие спелые садовые фрукты которые были в аромате палитра сухофруктов тоже присутствуют как и в аромате обилие специи начинает проявляться во вкусе а также намек на табачный лист имеется орехи тоже есть но во вкусе скорее это жареный миндаль с каким-то таким мятным привкусом штрудель во вкусе тоже имеется тот что был в аромате финиш у него достаточно долгий с обилием танинов темным шоколадом также специями вот этими вот спелыми свежими садовыми фруктами ореховость скорее меняется на такую кедровую с каким-то таким хвойным привкусом и также проявляется карамель на финише давайте наверное сразу приступим к оценкам за аромат который мне понравился поставлю 21 балл за вкус который мне тоже понравился я аналогично поставлю тоже 21 балл за финиш который мне кажется это такая сильная сторона этого коньяка поставлю 22 балла повыше ну и за баланс наверное поставлю 21 балл того общая оценка 85 баллов теперь давайте пройдемся по ценам что касается цены этой бутылочки этого миньона 50 миллилитров то в галерее градусов например она стоит 4000 рублей а в симпле она стоит 5000 рублей но это конечно безумие какое-то я за такие деньги миньоны не рекомендую поэтому давайте поговорим о цене полноразмерной бутылки за 07 то что я помониторил перед роликом разные магазины просят от 20 до 30 тысяч рублей это тоже достаточно дорого но у кого есть деньги кому не сложно заплатить 20 тысяч рублей за коньяк за 07 бутылку то можно смело его рекомендовать вы не разочаруетесь он вам понравится и оправдает эту цену но кому это кажется слишком высокой ценой за коньяк со за бутылку 07 в различных группах и по акции он бывает в районе 13 тысяч рублей и вот за эти деньги я сто процентов рекомендую эти уж деньги он точно оправдает это хороший коньяк глубокий с которым можно посидеть поразмышлять подумать то есть такой коньяк эгоист это не для посиделок с друзьями но только разве что с друзьями которые тоже ищут что-то разбираются и с которыми можно обсудить этот коньяк ну а на этом ролик подошел к концу пора закругляться до следующего четверга не забудьте поставить лайк этому видео так как это поможет алгоритмам youtube и она будет продвигать его в рекомендациях то есть поможет продвижению канала также не забудьте написать какой-нибудь комментарий неважно какой допустим как вы относитесь к этому коньяку и вообще пробовали ли вы его хотите попробовать либо чтобы вы хотели в следующем обзоре также не забудьте пройти в описании к этому видео там ссылка на мой дзен-канал где помимо таких же роликов я выкладываю свои письменные заметки также ссылка на телеграм-канал о котором я говорил ранее где вся актуальная информация и также телеграм-чат где мы общаемся с подписчиками делимся акциями и скидками а также общаемся на всякие около алкогольные темы ну и конечно для тех кто хочет помочь развитию канала есть там номер карты в описании и ссылка на донаты но на этом все всем пока и до новых встреч